Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире очередной выпуск программы «Выбираем здоровье». Наш гость в студии – главный онколог Челябинской области, академик Российской академии наук, профессор, доктор медицинских наук, главный врач Челябинского онкологического клинического центра онкологии и ядерной медицины Андрей Владимирович Воженин. Здравствуйте, доктор! Добрый день! Я очень рад снова быть в Магнитогорске. Андрей Владимирович, состояние онкологической заболеваемости беспокоит всех – и органы власти, и людей, и докторов. Какова ситуация на сегодня в Челябинской области? Вы знаете, я бы хотел сказать, что вот сам по себе показатель онкологической заболеваемости, он не абсолютен и иногда может быть даже и позитивен. Парадоксально речь, но я поясню почему. Значит, проблема действительно колоссальная в России и в области у нас. Мы традиционно входим в десятку лидеров, но это удел всех урбанизированных промышленных регионов. Москва, Петербург, Екатеринбург, мы, Новосибирск, Волгоград. Ну, примерно вот на одном уровне. Вот стабильно выше, чем в районах сельскохозяйственных и стабильно в разы ниже, чем в Европе, США и Японии. То есть вы хотите сказать, что онкология – это удел городского населения? Это наша плата за цивилизацию, это удел, прежде всего, безусловно, населения городского, ну или, скажем, ведущего городской образ жизни. Но если к цифрам вернуться, то у нас в Челябинской области каждый год заболевает порядка 16 тысяч человек. Темп прироста 2-3% в год. Одногодичная летальность примерно 20%, ну вот считайте от 16 тысяч, но 56% пациентов живут 5 и более лет. У нас на сегодня на учете состоит в Челябинском онкодиспансере около 90 тысяч пациентов, немногим меньше, из которых большая часть живет 5, 10, 15, 20 лет, и в Магнитогорском диспансере около 40 тысяч. То есть это 130 тысяч – это население такого немаленького челябинского города. Кстати, вот говоря косвенно, высокий показатель онкологического заболеваемости часто говорит не только о катастрофических вещах в экологии, но и о хорошем качестве медицинской помощи. Смотря о какой возрастной группе мы говорим, вот если, допустим, это в возрасте 40-50 лет, это достаточно плохо. Но если, скажем, наши коллеги из других специальностей, как-то инфекционисты, кардиологи, кардиохирурги, позволяют человеку пережить кардиологические риски инфекционные, дожить до 70-80 лет, на первый план, естественно, выходит онкологическая заболеваемость. А с чем это связано? Почему все-таки онкологическая заболеваемость, по возрастным показателям онкологической заболеваемости выше в старших возрастных группах? Ну, вы знаете, это биологические законы развития человека и вообще любого существа. То есть онкологическая патология – это удел людей с пожилого и старческого возраста, и частота возникновения, она растет пропорционально возрасту, даже несколько с опережением. Кстати, раком болеют не только люди, болеют животные, и млекопитающие, и рыбы, и присмыкающиеся, и лягушки, просто в дикой природе у редкого животного возникает шанс и возможность дожить до старческого возраста. Также, как мы знаем, что раком болели многие известные представители российского общества, как-то поэт Некрасов, Иван Грозный, еще можно назвать ряд известных фамилий, найдены следы онкологических процессов в египетских мумиях. То есть проблема-то не новая на самом деле, но она проявилась тогда, когда мы достигли больших успехов в ряде других отраслей медицины. Какие локализации рака чаще всего встречаются, и в каких возрастных группах имеются легендерные различия? Ну, вы знаете, вот сейчас наибольшие беспокойства вызывают у женщин рак молочной железы, у мужчин рак простаты. Рак легкого, безусловно, входит в лидирующую группу на ряд простаты. Рак простаты в ряде регионов России у нас в области опережает рак легкого. Из высоких уровней это, безусловно, рак кожи, рак кишечника, гинекологический рак. Вот те локализации, которые создают погоду. Ведь это локализации доступные для осмотра. Понимаете, заболеваемость и выявляемость – это две разные вещи. Да, абсолютно. Заболеваемость, скажем, не зависит от системы здравоохранения, от медиков. Другие причины совершенно выявляемые, структура стадийности – это уже наша работа. Перед отечественной медициной поставлена очень важная задача – направить человека на профилактический медицинский осмотр на этапе до жалоб. Для людей, желающих проверить свое здоровье, в поликлиниках действует ряд профилактических программ, для участия в которых даже не нужно обращаться к участковому терапевту. Первое – он может прийти в поликлинику с паспортом, если он прописан на нашей территории, обращается в кабинет флюорографического обследования и проходит флюорографию. Второй момент – пациент может обратиться в смотровые кабинеты. В поликлиниках есть женский смотровой кабинет, в любой поликлинике и мужской смотровой кабинет. Только единственное, для прохождения смотрового кабинета вам заведут карточку, чтобы отметку сделать, что вы его прошли, придется обратиться в регистратуру. А для прохождения флюорографии вам даже обращаться в регистратуру не надо. Смотровые кабинеты, как женский, так и мужской – очень важный этап в профилактике онкологических заболеваний и репродуктивной системы. К примеру, акушерка женского смотрового кабинета второй поликлиники медсанчасти Татьяна Николаевна Ковалева рассказывает, что некоторые виды рака, шейки, матки она видит глазом уже на первой стадии заболевания. Татьяна Николаевна в системе первичных медосмотров уже почти 50 лет. Опыт огромный. Ежегодно с ее помощью выявляется по 25-30 онкологических заболеваний у женщин. Смотрим то, что видно глазом. Скажем, кожа, молочные железы, женские органы. Конечно, берем цитологию обязательно, мазок на раковые клетки. Направляем на маммографию или УЗИ молочных желез, если это необходимо по возрасту. Тех, кого мы заподозрили, либо направляем к нашим онкологам больницы. Это у нас Суботин Сан Саныч и Варламов Герман Васильевич. Или же, если уже, скажем, явно, и они подтверждают, мы обследуем и направляем в онкодиспансер на Герцена-4. Посещать смотровые кабинеты и мужчинам, и женщинам медики советуют ежегодно. Маммографию женщинам старше 39 лет проходить один раз в два года. Также жителям Магнитогорска, промышленного города, с высокими показателями заболеваемости туберкулезом, медики рекомендуют ежегодно проходить флюорографическое исследование. По словам врача-рентгенолога Зои Фёдоровны, только за последний месяц работы ей удалось выявить два случая рака лёгких. Одно из самых распространённых злокачественных патологий у магнитогорцев. Цифровые флюорографы, единая информационная база, рассказывает доктор, позволяют наблюдать пациентов в динамике и консультироваться с коллегами в сложных случаях. Удобно, что всё это у нас флюорографическая сеть, мы читаем флюорограмму, мы можем читать одновременно несколько человек, консультироваться друг с другом, не бегая друг к другу. Здесь архив, это раньше мы в плёнках искали кадры, сравнивали предыдущие годы, а здесь у нас при чтении одного больного, у нас есть архив этого больного с седьмого года. Это очень удобно, когда находишь патологические изменения, сравниваешь с предыдущими кадрами, и уже, можно сказать, что-то там увеличилось, уменьшилось. Главное выявить, что есть что-то не так, что-то, являющееся отклонением от нормы. Самый масштабный профилактический проект, который в нашей стране реализуется вот уже пятый год подряд, это диспансеризация. Выявление онкологических заболеваний на ранних стадиях – одна из главных задач, поставленная перед медиками. Самые распространённые виды рака – опухоли молочной железы, простаты, лёгких, желудка – диагностируются достаточно легко, но для этого нужно отправиться в поликлинику. Причём диспансеризацию не обязательно проходить только лишь по месту жительства. Мы с удовольствием на диспансеризацию, поскольку нам позволяет программа, приглашаем всё население города и даже области, если это наша область Челябинская. Единственное условие, которое мы таким пациентам ставим, мы их просим, чтобы они написали, что они диспансеризацию в других ЛПУ не проходили в этом году, чтобы как бы двойную работу не делать. Более того, сейчас все профилактические учреждения города, и мы в том числе, стараемся для работающего населения, потому что прежде всего эти программы для них, работать в их нерабочие дни, то есть субботы. Мы выходим регулярно в субботы, у нас в летние месяцы – это одна суббота в месяц, а в зимние, осенние, весенние мы две субботы в месяц работали, и мы также будем работать. Вот 26 августа мы всех ждём с удовольствием к себе с 9 до часу, можно приходить к нам на диспансеризацию. График проведения диспансеризации по субботам и другую информацию по поводу обследований можно узнать по телефону 29 28 70 и на официальном сайте Центральной клинической медико-санитарной части города Магнитогорска. Андрей Владимирович, вот всё-таки рак, диагноз онкологического заболевания – это паника, страх, боязнь. Пациент не знает, что делать дальше, пациент не знает, куда обратиться за медицинской помощью. Вы знаете, я бы начал вот с чего, то есть объективно, конечно, диагноз онкологического заболевания – это для любого человека жесточайший стресс, это резкое изменение жизненных приоритетов, жизненных планов, от мелочей до стратегических задач. И, безусловно, любой нормальный человек попадает в стрессовую ситуацию. Как правило, в стрессовой ситуации, да, возможны эмоциональные всплески и неверный выбор тактики. Эти вещи у нас часто развиваются на фоне того, я уже говорил, это падение образованности населения. Прежде всего, у нас в значительной степени снижен авторитет и доверие к носителям знаний, система здравоохранения, онкологическая наука накопила достаточный опыт, чтобы человеку оказать эффективную помощь или избавиться от этого заболевания, ну или, значит, помочь и продлить активный, комфортный период жизни. Поэтому, прежде всего, пациент должен довериться не интернету, не слухам, не рекламе в газете, а профессионалам. Скажите, пожалуйста, в Челябинской области высокотехнологичная медицинская помощь в онкологии соответствует тому, что есть в мире, тому, что есть в Российской Федерации, и доступна ли эта помощь простому уральцу? Вот вы знаете, абсолютно ответственно, значит, она существует, она соответствует тому, что есть в Европе и мире, она превосходит по уровню то, что есть в Российской Федерации в большинстве регионов. Мы располагаем всем арсеналом методик, которые сегодня необходимы для эффективного лечения опухоли, в том числе и теми, которых близко нет у наших соседей, близких и дальних. К сожалению, заболеваемость жителей города Магнитогорска раком превышает и средние показатели Челябинской области, и общероссийские. Не случайно система оказания медицинской помощи онкологическим пациентам в городе Металургов начала формироваться еще в середине прошлого века и постоянно развивается. В этом году областной онкологический диспансер номер 2 города Магнитогорска отмечает юбилей 65 лет официальной работы. В настоящее время здесь состоит на учете более 13 тысяч человек. Магнитогорский онкодиспансер сегодня – это огромный, прекрасно оснащенный медицинский комплекс, в котором получают все виды онкологического лечения не только магнитогорцы, но и селяне из семи ближайших к нашему городу районов, а также жители юга Башкортостана. В Магнитогорском онкодиспансере работает один из двух в Челябинской области центров позитронно-эмиссионной томографии. Мы находимся в центре позитронно-эмиссионной томографии, где проводятся высокотехнологичные методы исследования с использованием радиоактивных веществ, которые вводятся внутрь пациента и которые позволяют выявить метастатическое поражение влокачественной опухоли на ранних этапах, когда они недоступны еще при других методах визуализации – при УЗИ, МРТ и КТ. Препарат, который мы вводим, мы производим его здесь сами. У нас здесь есть целый штат инженерных сотрудников, циклотрон, радиохимическая лаборатория. Это процесс очень дорогостоящий, очень сложный, но для наших пациентов в городе Магнитогорск эта помощь доступна. Системе оказания помощи онкологическим больным в Челябинской области и Магнитогорске в частности есть чем гордиться. По словам онкологов, южноуральцы обеспечиваются всеми необходимыми для химиотерапевтического лечения медикаментами, включая дорогостоящие таргетные препараты. Когда препараты прицельно воздействуют на определенные рецепторы, даже не то что клетки, а рецепторы опухолевых клеток, это так называемые таргетные препараты. Таргетные препараты, конечно, они очень дороги, но на данном этапе самыми необходимыми таргетными препаратами наши пациенты обеспечены тоже. Они обеспечены из областного бюджета, что мы здесь, конечно, благодарим и губернатору и правительству Челябинской области, потому что эти препараты закуплены даже не из средств онкодиспансера, это непосильная задача для любой больницы. Они закуплены из средств областного бюджета и вот из этих средств пациенты получают лечение по показаниям таргетными препаратами. В 2016 году в Магнитогорске было впервые выявлено 1994 случая онкозаболеваний. По статистике, самые распространенные злокачественные опухоли у магнитогорцев – это рак кожи, рак легких, рак молочной железы у женщин и простаты у мужчин. К чести медиков в плане организации профилактической работы около 60% впервые выявленных злокачественных новообразований в 2016 году обнаружили на начальных стадиях, когда человека можно полностью избавить от опухоли. При этом треть пациентов, к сожалению, обратилась в лечебные учреждения с уже запущенными формами рака. Но даже в таком случае, говорят онкологи, нужно верить в медицину и бороться за жизнь. Онкологическое заболевание возможно излечить или, как минимум, продлить жизнь пациента. Продлить жизнь при хорошем его качестве. В большинстве случаев, в большинстве мы сейчас берем в лечение и пациентов из четвертой стадии. Очень редко, когда мы говорим, что лечение не показано никакое вообще. То есть пациент не лишается надежды. Ведь есть случаи, и уже их достаточно много, когда пациенты даже с четвертой стадии заболевания живут и по 5, и по 6, и по 7. И по 7, и по 10 лет. Ведь это даже не месяцы, это годы жизни. Причем достаточно качественной жизни. Это, кстати, говорит об успехах онкологической специальности онкологической науки в принципе. По словам Елены Заболоцкой, в 2016 году в городе Магнитогорске впервые за долгие годы отмечалось снижение роста заболеваемости раком. Руководство онкодиспансера очень надеется, что этот факт не станет разовым событием. Обезболивание существует как проблема в Челябинской области, в Магнитогорске в частности? Знаете, оно существовало везде всегда и будет существовать. Крамольная мысль. Но боль сопровождает очень часто болезнь. Но сейчас сделаны очень большие шаги в направлении решения этих проблем. Появились в доступности неинвазивные методы анальгетиков. Открываются отделения палиативные, по помощи готовятся специалисты. То есть, понимаете, поскольку человек смертен, то проблема боли, она будет присутствовать в каком-то варианте. Должен ли пациент знать о своем диагнозе? Должен ли понимать ваше видение? Вот здесь ваше может быть уже опытного врача-онколога, а не должностного лица? А вы понимаете, что опытный врач-онколог, что должностное лицо в этой области очень жестко регламентированы соответствующими федеральным законам? Мы обязаны пациенту дать информацию о его заболевании и о его прогнозе, если пациент этой информацией интересуется. Но ведь важна форма подачи информации. Безусловно, то есть, общий уровень культуры врача-пациента очень деликатная вещь, это, конечно, присутствует. Но если пациент хочет узнать, мы ему, безусловно, даем. Но достаточно периодически возникает разговор, что не сказали, не рассказали, а вы спрашивали – нет. Ну, раз вы не спрашивали, вам эту информацию не дали. Второй вопрос немаловажный, который тоже сейчас очень четко регламентируется законодательством. Мы не можем давать информацию людям, сколь угодно, близким, будь то отец или мать, если согласие об этом больной не записал в истории болезни. Извините, кто бы вы ни были, если вас нет в истории, мы информацию давать не можем. Или можем только присутствие пациента. Так же, как мы не можем отвечать по телефону на звонки руководства, учреждения, завода, друзей по работе, тоже извините, но эта информация стала закрытой. Это абсолютно правильно, я считаю. А что вы могли бы пожелать нашим телезрителям? Ну, вы знаете, прежде всего разума, это определяет многое. Уважительное отношение к себе, к своему здоровью и к носителям знаний, которые пытаются сделать вам добро. Спасибо большое, Андрей Владимирович, за содержательную беседу. Всего вам доброго. Спасибо за интересную беседу. Встреча наша не первая, не последняя. Я думаю, что еще будем встречаться и разговаривать на различные темы. Привет Манитогорску. До новых встреч. Уважаемые телезрители, замечательно, что в Челябинской области сформирована прекрасная онкологическая служба, оснащенная самым современным оборудованием. И в случае появления заболевания мы с вами знаем, куда нам следует обратиться, и мы должны быть уверены, что получим медицинскую помощь на самом квалифицированном уровне. Всего вам доброго. До новых встреч в эфире. До свидания. Спонсор программы Публичное акционерное общество Магнитогорский металлургический комбинат Магнитогорского маярского 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 маяр